Розноколяровый настрой, название детского вернисажа, который был представлен в малом зале общественно-культурного выставочного центра. Это действительно сочетание разноцветия красок, творчества и хорошего настроения. Смотришь на работу и понимаешь, какие талантливые у нас дети. Они чистой душой, они создают красоту. И даже такая сложная тема арт-проекта, посвящен году исторической памяти, подвластна юным художникам. Вот историческая память – это те события, которые окружают нас ежедневно, всегда. Это не только какие-то печальные события, боль, то, что осталось на страницах истории. Это и радости, и традиции, и песни, и танцы. Это всё-всё, что окружает нас. Самое главное – это земля, которая досталась нам от предков и которую мы должны передать своим будущим. Так вот, детки своим незамутнённым взглядом, без профессионального влияния, они в своих работах просто выразили всё то, так, как они видят и чувствуют. Детские работы, они сами по себе очень светлые, наивные, лёгкие. И наша выставка, я считаю, получилась светлой, лёгкой и очень интересной. Воспитанники непрофессиональных любительских коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства студии кружков Брестского региона представили на выставке свои работы, выполненные в различных техниках. Это и многоплановая, и многожанровая живопись, резьба по дереву, вытянанка от качества, поясов – все работы интересные. Самое главное – ребята изображали то, что им близко. Родные места, памятники, архитектуры своих односельчан, работающих в полях или отдыхающих на праздниках. Особое отношение детей к трагическим событиям белорусской истории. Проникновенно звучат работы, посвящённые этой теме. Более 70 работ искренних, ведь ребёнка нельзя заставить, можно только помочь ему обнаружить это внутри себя. Талант проявляется, мне очень нравится, что у всех по-разному. Кто-то любит более сложные композиции с большим количеством людей, кто-то более лаконичные работы, в цвете тоже это большое разнообразие. И талант, мне кажется, главным образом проявляется именно в начале, когда появляются идеи. И когда мы обсуждаем это слово за слово, и какая-то идея дорабатывается, появляются новые идеи, из неё вытекают. Нужно быть разговором, диалог прежде всего. В диалоге всегда рождается композиция. Как что? Заинтересованность. Во-первых, нахождение цвета. Раз. И создание какого-то персонажа. Два. И то, что именно... Всегда хочу, чтобы именно через них, через внутренний мир их прошло. Да, да, да. Когда это всё и здесь, тогда и работа получается. Когда именно будешь находиться в одном, в смысле, и душой, и сознанием, и руками, желанием, три в одном, это получается уже работа. Да, хорошая работа. Особое место на выставке занимают работы березовчан. Воспитанники студии росписи по стеклу под руководством народного мастера Татьяны Зданевич представили великолепные рисунки. А со столищины приехали рисунки ребят с изображением исторических замков. Это очень знаменитые места, особенно Пинский язык и коллегиум в Столинском районе. Недалеко. Все мы видели, ездили. Но работа велась по фотографии, гуашью, по бумаге. Мои воспитанники очень были вдохновлены. Им очень нравится в разных конкурсах принимать участие. Очень им нравится, конечно, отправлять работы. Им очень приятно, что их имена, конечно же, появляются на выставках. Очень им нравится заниматься оформлением работ. Не только они мне всегда помогают, не только сделать работу, но и оформить. А вы вдохновляетесь их работать? Конечно же. Это такие замечательные дети. Это просто потрясающе. Они готовы не только приходить на наши часы занятий, но они готовы еще приходить и больше, и помогать, и делать. Разноколеровый настрой – это первый пробный арт-проект. Но то, что он получился, не вызывает сомнений. Яркий и многогранный он подарил всем участникам и гостям массу положительных эмоций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!